Тему развития интернет-ресурсов в Казахстане поднимаем мы сегодня в нашей программе. Останутся ли традиционные средства массовой информации, такие как газеты, радио или телевидение, уже в ближайшем будущем, когда все это доступно сегодня для пользователей глобальной сети? Какие тренды сегодня выявляются в казахстанском секторе интернета? И можно ли рассматривать интернет-порталы в качестве доходного бизнеса? Чтобы поговорить об этом, а именно говорить на конкретно взятом примере, я пригласил сегодня в студию нашей программы директор интернет-портала НУР.КИЗ Андрея Многолетнего. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну и в первую очередь давайте начнем разговор вот с чего. На ваш взгляд, в будущем наши дети с вами уже будут читать газеты, слушать радио, смотреть телевидение? Или все это поглотит интернет? Я уверен, что что-то останется, останется какие-то там, ну, вечером люди будут приходить, также включать телевизор, также будут читать газеты, когда они едут на работу, когда они в метро, например, или в машинах слушать радио. Но большей частью это будет все переходить в интернет, и я уверен, что и телевидение скоро будет в интернете. Уже сейчас, да, есть многие смотрят и онлайн. Да, скажите, пожалуйста, вот на НУР.КИЗ, да, на кого сегодня ориентирован этот портал? НУР.КИЗ ориентирован на массовую аудиторию, то есть у нас аудитория абсолютно разная. У нас можно и послушать музыку, посмотреть видео, почитать новости, посмотреть погоду. У нас больше 30 сервисов, а вот самые крупные из них это, наверное, новости, работа. То есть больше позиционирует себя все-таки как информационный портал, нежели развлекательный? Да, больше информационный, но портал абсолютно для всех. Скажите, пожалуйста, вот как высчитывается аудитория посещения, вот посещаемость вообще, как она у нас сегодня с посещаемостью? Есть несколько методик измерения. Основные это по количеству людей, зашедших через браузера, то есть через Opera, через Chrome, через Mozilla. Это по кукам считается. Второй способ – это TNS. Вот они меряют по уникальным пользователям, которые посещают данные сайты. У них устанавливается специальная программа и через эту программу меряются. Есть и другие способы. Каждый измеритель меряет по-своему. В основном чаще всего эти данные сходятся. А скажите, вот насколько они объективны, вот на ваш взгляд? Я бы сказал объективны. В принципе, им доверяют и крупные рекламодатели, и крупные исследовательские агентства, и данные проверенные. Просто на самом деле вот в последнее время участились такие, что оказывается можно чисто технологическими методами. Вы сами инженер, вы сами программист, это все прекрасно. Еще и экономист. Вы прекрасно знаете, что можно, оказывается, сейчас зашли люди до того, что увеличивают посещаемость. Да, конечно, можно накрутить, и я не спорю, этим пользуются некоторые сайты. В принципе, возможно такое. Для чего нам сегодня нужно высчитывать аудиторию? Это в первую очередь. Для того, чтобы, для рекламодателей, да? На чем живет сегодня интернет-бизнес? Я бы не сказал, что только для рекламодателей. Это нужно, не знаю, смотреть, сколько людей у вас на сайте. Сколько людей читают вас, сколько людей смотрят вас. Не только для рекламодателей, но в том числе и для них. В основном сайты, отвечая на второй ваш вопрос, живут как раз именно за счет рекламодателей. Это коммерческие, в принципе, рекламодатели, которые размещаются, которые продвигают свои продукты. В принципе, вот на этом и зарабатывают крупные сайты, площадки. Ну и насколько сегодня охотно вообще идет рекламодатель? В частности, к вам на портал ваш? Охотно достаточно. В принципе, мы достаточно эффективная площадка, и ежегодный рост составляет не меньше 30%. То есть рекламодатель чувствует эффективность и, наоборот, снимает с телевидения, с газет, особенно с газет, с радио, и переводит бюджеты именно в интернет. Потому что там есть эффективность, там людей, потенциальной целевой аудитории намного больше. Кто сегодня, вот, ваш, скажем, целевая аудитория, ваш посетитель? Среднестатистический, если сказать. Если взять, да, среднестатистического, то я бы определил это как мужчина, 25-35 лет, офисный рабочий, может быть, госслужащий, может быть, бизнесмен. Вот, в принципе, я бы вот так определил. Эти же данные подтверждают, в принципе, ТНС, СГЭЛОП. По посещаемости, да? Скажите, пожалуйста, вот вы говорили цифру в полмиллиона, да, в день примерно посещения на Урказе. Это много или мало? Я бы сказал, для Казахстана это очень много. В принципе, если считать все проникновение в интернет, в Казахстане где-то, наверное, охват интернета, это где-то 8-10 миллионов человек, то... Это практически 60-70 процентов. Да, но это ежемесячное, да? Если брать в сутки, то это достаточно много. Где-то, наверное, каждый третий-пятый казахстанец заходит к нам. То есть, каждый третий-пятый казахстанец, который пользуется интернетом, заходит сегодня в Казахстан. А если сравнить, скажем, с нашими ближайшими соседями, с Россией или, скажем, со странами Центральной Азии или Северного Кавказа? Для России эта цифра достаточно небольшая, но я бы не сказал, что очень маленькая. Но вследствие того, что там все-таки в 10 раз практически больше. Там в 10 раз числений, да, просто больше. Если бы у нас 5 миллионов было бы заходов в день, это бы огромная цифра для России считалась. А у нас 500 тысяч, ну, тоже достаточно большое для казахстанецкого. Давайте поговорим вообще о трендах, которые сегодня существуют в казахстанском сегменте именно интернета. Есть куда расти? Конечно, есть куда расти. Основные тренды я бы назвал рост казахскоязычной аудитории. Люди любят свой язык, люди стремятся читать то, что им понятно, комментировать вот именно на казахском языке. Это основной первый тренд. Второй основной тренд – это рост онлайн-магазинов, рост коммерческих проектов. В принципе, монетизация не за счет рекламы, а монетизация за счет продажи и покупки товаров. И третий основной тренд – это вообще проникновение в регионы, проникновение в Астану, например, проникновение в какие-то небольшие, в Шамкент, в крупные города, они все больше приходят в интернет. То есть, если бы, например, вам сказали сейчас откроть свой сайт, на что был бы он направлен? Я бы открыл его где-нибудь в регионах, например, в Астане. Здесь ниша пустая, я посещаю, в принципе, разные сайты в Казахстане, как вы знаете. Но в Астане я бы не сказал, что есть такой достойный прям сайт, который считался бы национальным. Но для всех людей в Астане. В Астане, в Караганде, в Шамкенте, в крупных городах я бы открывал небольшие сайты и развивал бы их. То есть, для того, чтобы люди, скажем, консолидировались именно по тому признаку, что кто-то живет в Шамкенте или в Караганде, да? Да, вот людям интересно читать именно про свой город в том числе. Им интересно читать про Казахстан, им интересно читать про мир в целом. Но про свой город тоже достаточно интересно. Это вот вы убедились на примере Нур-Кизет, да? Да. Нет, Нур-Кизет, он в принципе такой глобальный, он для всех. То есть, у нас есть новости для регионов, есть новости в мире, есть новости про Казахстан. Мы со следующего года как раз будем локализировать сервисы новости. То есть, для каждого региона будут подтягиваться свои новости. Но пока что нет такого, каких-то хороших достойных сайтов по регионам, за которые было бы не стыдно, которые можно было бы читать. Расскажите, пожалуйста, вот об онлайн-магазинах, онлайн-сервисах. То есть, насчет того, чтобы интернет, скажем, мог бы прожить и без рекламы, да, скажем. Насколько у нас сегодня развито и вообще возможно ли это развитие? Я бы сказал, что это сейчас активно набирает обороты, растет очень быстро. И онлайн-магазины, и количество их, и оборот денежный. У нас в Казахстане сегодня. Да, конечно. И денежный оборот, и прибыли у крупных гигантов, там каких-то, например, крупных магазинов, которые, в принципе, работают стандартными методами. То есть, продажа товара людям, зашедшим просто в магазин, они активно переходят в интернет. То есть, они чувствуют, что за этим будущее. И не только чувствуют, они видят, что интернет приносит им деньги. И они активно очень... Но ведь это достаточно сложно. То есть, скажем, ну, есть, конечно, у нас достаточно много людей, которые пользуются именно онлайн-покупками. Но это все-таки переубедить людей к тому, чтобы вместо того, чтобы пойти, скажем, примерить обувь своего размера, он заказывает ее откуда-нибудь издалека и оплачет это все карточкой. Здесь главное начать. То есть, вот люди, если начинают покупать, если они видят, что действительно доставили то, что купил человек, то, что никакие данные не украли, то, что все в порядке, дешевле получилось там в 2-3 раза, например, люди продолжают, и уже это как наркотик получается. То есть, они и второй, и третий раз, и четвертый постоянно встают. И только-только в этом, да. Вот, например, недавно в Америке была Черная пятница, то есть... Распродажа, да. Они считают, что намного больше уже онлайн-покупок, чем оффлайн, чем обычных стандартных. Надо же. Хотя и так огромные очереди, но на самом деле те люди, которые не хотят на них стоять, они покупают онлайн. К тому же подтверждение Амазона, eBay, все покупают в интернете, все переходят туда. 17 миллионов. Это вообще большой рынок, как вы думаете? Я бы сказал, небольшой. Я бы сказал, такой локальный, он достаточно большой. Но плотность населения в Казахстане достаточно низкая. И проникновение еще в регионы достаточно слабо. И это... Но 8 миллионов активных пользователей, да, скажем так? Да, где-то так, да. 8 миллионов месяцев. Есть ли у вас где-то попытки, скажем, развития в других регионах, в других странах? Да, есть. У нас достаточно успешные попытки развития. Мы, например, присутствуем и в Азербайджане, и в Нигерии, и в Гане, и в Индонезии. То есть, и в России у нас некоторые проекты есть. То есть, везде. От Азербайджана до Нигерии. Ну, Азербайджан, Россию, я могу понять. А в Нигерии? То есть, какой тут у вас интерес? Нигерия отличный просто рынок. Там 140 миллионов населения, даже больше, наверное. Очень много мобильного трафика. То есть, пользователи, в отличие от Казахстана, все заходят с мобильных устройств и смотрят новости там. В принципе, достаточно такая развивающаяся страна. Я уверен, что именно за такими странами и будущее. А по законодательству это никому не мешает? Скажем, казахстанские предприниматели пришли погорять африканский интернет. Нет, наоборот, здорово, по-моему, когда мы не только развиваем внутри, а наоборот, выходим дальше. То есть, приносим все обратно. То есть, развиваемся в другие страны, в другие регионы. Захватываем другие рынки. Тут приходит очень много уже от наших пользователей. У меня есть свой сайт, только вот не знаю, как туда привлечь посетителей. Вот ваш совет, спрашивает Даниэр. Даниэр, вот смотря какой сайт. Если у вас новостной сайт, это одно. Если у вас там интернет-магазин, то это совершенно другое. Я бы советовал начать, если только сайт открылся, начать с контекста и с поисковой оптимизации. И выбирать ключевые слова и работать именно по ним. Вообще, это, наверное, очень дорого сегодня, да, интернет-бизнес открывать? И вообще, насколько перспективно? Это дорого, но можно также открыть небольшой какой-то магазин. Самое главное, от идеи, чем торговать и что писать, да? Да, главная идея. Главная идея, люди. Если команда очень сильная, если люди заряженные, люди мотивированные, люди умные, понимают, что делают. Если цель есть, все видят, куда это все стремится, то я практически верю, что бизнес обречен на успех. В вашей компании как много людей сегодня трудится? В Казахстане больше 40 человек. Помимо этого, у нас есть разработчики в Киеве, есть разработчики в Беларуси. Разработчики чем занимаются и чем занимаются здесь люди? Мне просто интересно. В Киеве почему у нас есть разработчики? Потому что здесь очень мало достойных кадров. То есть не выпускают в технические вузы программистов такого уровня, чтобы поддерживать настолько высоконагруженные проекты. Вот, в принципе, чем занимаются ребята в Киеве. А здесь… То есть это технологии? Да, технологии разработки. Автоматизированной системы управления. Да, управления на развитие на Африку проектов. А здесь ребята в основном менеджеры, редактора, в принципе, продажники тоже. Ну вот, в принципе, управление отсюда вот все идет. То есть вот такие вот вещи. Андрей, большое вам спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студии. На самом деле, интернет-бизнес, я думаю, что он интересен очень многим. И вот, я думаю, что много достаточно хороших, интересных вещей вы передали сегодня нашим телезрителям. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в нашу программу приходил директор интернет-портала НУРКИЗ Андрей Многолетний. Редактор субтитров А.Семкин